Ирина Меглинская 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 Да эта игра не получится. Поэтому пускай Ира скажет вообще памятку, делает памятку обществу. Ну, я буду делать все, что могу. Я не понимаю, что такое памятка обществу, но, наверное, стоит действительно говорить с обществом и с помощью средств массовой информации, и с помощью произведений искусства каких-то определенных. И я из своей области фотографической, конечно, буду предпринимать какие-то попытки, чтобы донести до общества эту тему в каком-то таком не медицинском ключе, а в общем, ну, скажем так, на разно-поэтическом, публицистическом. Потому что, понимаете, в чем дело? Действительно, наша страна, она имеет вот эту свою специфику благотворительности, то есть она как бы очень стесняется, да, как бы человек должен стесняться делать добрые дела. Давайте дам денег, только, пожалуйста, ни в коем случае никому не говорите, что я вам их дал. Да, совершенно точно. Но, с моей точки зрения, нужно предпринимать попытки объяснению обществу, что вот эти проблемы, проблемы сосуществования с людьми, которые в чем-то отличаются от вас, это, в общем-то, проблема, ну, скажем так, которая должна стать одним из параграфов морального кодекса строителя капитализма. То есть, как бы успешный, то есть это механизм. Это не твое духовное отправление. Я пожалела, вот я хорошая тетенька, я пожалела, дала копеечку. Надо строить механизм. А механизм должен быть прозрачным, публичным. И, на самом деле, мы не то, чтобы изобретаем велосипед, на самом деле, все страны, которые, как бы, находятся, ну, ну, там, на определенном, скажем так, цивилизационном пороге, ну, в общем, эти системы там отстроены, они функционируют. Наверное, нам действительно, и я ставлю это своей задачей, наверное, надо разговаривать с обществом разными способами. Через средства массовой информации, через фильмы, через круглые столы и так далее, и так далее. Потому что, ну, как бы, в медицинском аспекте я совсем ничего не понимаю. Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, ну, вот здесь, собственно, это проблема, о которой часто говорят, например, когда речь идет о помощи инвалидов, инвалидам у нас, собственно, в стране же очень плохо с системой, там, поощрения за, там, благотворительность, там, условно говоря, человек, там, который берет, например, на работу аутиста, он, собственно, как бы, там никаких ни преференций, ничего не получает. Не, ну, какие-то преференции есть, там есть какие-то налоговые льготы, на самом деле, но, понимаете, мы, на самом деле, доброе дело, вот, знаете, есть такое, вот человек состоит из многих, из многих элементов, в том числе, сильный и здоровый человек, он состоит из, ну, из заботы, в таком, знаете, хайдеровском смысле. И человеку, нормальному человеку нравится о ком-то заботиться, понимаете? И сильный человек обретает силу и стремится к силе, нормальный сильный человек, для того, чтобы поделиться ею со слабым, а не просто абстрактно, сила ради силы. Это, как бы, это уже патология. Это вот таких надо изолировать. Ну, я не знаю, я буду вообще против карательных систем, любых изоляций и так далее. Я тоже, в принципе, против. Я просто глубоко убеждена, что именно такие темы, которые мы будем выводить в дискуссионное поле, выводить лицом к обществу, мы, наверное, начнем осмыслять и, собственно, наше общественное поле, которое на сегодняшний день, ну, как бы, абсолютно переполнено агрессией. Ну, я не знаю, ну, вот, опять же, исторический наш путь, наверное, привел к тому, что вот сейчас, как бы, все против всех. Вот это невероятная агрессия, которая, как бы, не то, что к человеку, который, ну, прям совсем отличается от нас, она, как бы, агрессия идет к нормальному человеку, который думает не так, как ты. И, на мой взгляд, именно вот такие темы, если мы начнем их обсуждать, они, мне кажется, смогут какой-то, ну, я не знаю, как-то, вот какое-то правильное облако получить в дискуссионном поле. Потому что, на самом деле, поднять руку на того, кто за Путина, на того, кто против Путина, это еще как-то, да, там, типа война. А поднять руку на слабого человека, это, ну, понимаете, да, то есть, ну, это как бы, ну, точно, совершенно вне цензы. Поэтому я хочу, чтобы мы начали об этом говорить. Может быть, какой-то, вот, климат, вот, облако это теплое, может быть, нас опустится, и я очень надеюсь, что как-то помягчает наши сердца. Понимаю. Есть последний вопрос, к сожалению, потому что уже время снова начинает поджимать. Распространенный стереотип мышления у родителей, например, когда речь идет о существовании, там, даже не важно здоровых детей, детей аутистов, ну, просто там, не таких детей, как здоровые дети. Это и инвалиды, и кто угодно, на самом деле. Я-то в целом, наверное, не против. Но из-за того, что, там, мой ребенок здоровый будет существовать... То есть он может плохо повлиять, да? Плохо повлиять, не хватит времени, все будут только о нем. Я типа-то, в общем-то, и не против, но, как бы, я тут интересы своего ребенка все равно отстаиваю в первую очередь. Ну, тут можно сказать только то, что это доказано большим количеством исследований научных трудов, понимаете, самых авторитетных университетов и самых авторитетных социологических групп, что дурно повлиять в существование со слабым не может. Оно влияет только хорошо. Вот к вопросу о том, что Ира говорила про агрессию, вот у меня, как бы, своя концепция, что агрессия – это одна из форм поиска любви. И именно, как бы, недостаток вот этого всего, а эти дети, вот эти дети, конкретно эти дети, в них общество заинтересовано. Не надо смотреть на них только как на бремя. В них общество заинтересовано, потому что это для них, для этого общества – это терапия. Потому что мир, на самом деле, не двумерный, а объемный. И когда вы вынимаете одну деталь из него, то вы живете в каком-то совершенно искусственном пространстве, внутри которого вы и становитесь агрессивным и абсолютно неполноценным. Спасибо большое. Екатерина Мень и Ирина Меглинская, координаторы и члены попечительского совета фонда «Центр проблем аутизма» были с нами. Сейчас-то неодолго прервемся на рекламу. Оставайтесь, пожалуйста, на дожде.